Всех приветствую, с вами как всегда Седой Инвестор. Сегодня у нас рубрика Актуальные Новости. На сегодняшний день их не так много, но они все являются довольно важными. Поэтому обязательно досмотри данный ролик до конца и прояви какую-нибудь активность. Это мне безумно помогает лучше любого доната. Заваривайте чаек, присаживайтесь поудобнее, а я потихонечку буду приступать. По данным Nikkei Asia, с 2016 года компании из США и Южной Кореи подали более 75% всех патентных заявок в мире, связанных с метавселенной, виртуальной реальности и дополнительной реальности. Всего по данным издания было подано 7760 таких заявок, из которых 57% принадлежат американским компаниям, 19% южнокорейским, 12% китайским и 8% японским. В ходе исследования было проанализировано более 20 категорий патентов, выданных в Японии, Соединенных Штатах, Европе и других странах. С 2016 года корейская компания LG Electronics подала больше всего патентов на метавселенную. За ней следует местный конкурент Samsung Electronics. Также входят американские технологии компании Meta, Microsoft, Intel и Apple, а также китайская Huawei и японская Sony. На самом деле метавселенная начала развиваться еще очень давно. Именно Apple смогли первые реализовать AR, именно дополнительная реальность. В реальном времени вы можете посмотреть или сравнить определенный объект мебели у себя в квартире. И это на самом деле довольно прикольная фича. Протокол децентрализованного кредитования AVE временно заморозил кредитные рынки на 17 активов. EARN Finance, SurfDAO, Decentraland, OneInch, Basic Attention, AmpleForce, DeFi Pulse Index, RenFill, Maker, Engine, XUSH, SUSD, GUSD, RAI, USDP и LUSD. Решение было принято в связи с нестабильностью активов, связанных с низкой ликвидностью AVE. Данное предложение направлено на снижение профиля рисков многих активов и более высокой степенью волатильности, сказали в AVE. Ранее хакер Mango Markets открыл крупную короткую позицию по SurfDAO в серве, именно на AVE, что привело к безнадежному долгу для протокола на рекордную сумму 1.6 миллионов долларов. AVE подчеркнул, что данная компания располагает достаточными средствами для вывода безнадежного долга, но проект хочет предотвратить данные инциденты, заморозив пулы активов с низкой ликвидностью. Собственно, что я вчера говорил, оно сегодня уже и происходит. Проблемы с ликвидностью без следа не проходят. На самом деле, это довольно крупный звоночек к скаму. Поэтому, кто держал данный токен у себя в портфеле, 10 раз подумайте, стоит ли продолжать его покупать или нет. Объемы, кстати, за последние 24 часа упали на 26%. Что касается техники, я бы не сказал, что здесь все плохо. На самом деле, все довольно хорошо. И если не обращать внимания на новости, то токен AVE находится в довольно хорошей зоне для покупки. Но этого делать я крайне не советую. Минимизировать риски – это наша главная задача. Поэтому, если хотите что-то прикупить, но не знаете что, возможно, вы новичок и вообще не разбираетесь с криптовалютом в рынке. На этот случай у меня есть закрытый чат в Телеграм, где я даю платы рекомендаций, что где и когда покупать, а также когда фиксировать прибыль. Также есть обучающий материал в виде лекций по трейдингу. Если тебе интересно, пиши в личку, все обсудим. Там я делюсь абсолютно со всей своей информацией. Аналитики JP Morgan полагают, что именно централизованные биржи будут и дальше контролировать большую часть мировых объемов торговлей цифровыми активами. По мнению банка, медленная скорость проведения транзакций на децентрализованных биржах, объединение активов и функции отслеживания ордеров нисколько не привлекут внимание институциональных игроков рынка. Аналитики также отмечают, что DEX отсутствует функции лимитного ордера, стоп-лосса и биржи часто зависят от ценовых оракулов, полученных в данных централизованных бирж. Уязвимость к хакерским атакам и манипуляциям, потребность чрезвычайного обеспечения, а также системные риски, связанные с каскадом автоматических ликвидаций, также препятствуют широкому распространению подобных бирж. Хотя в последней неделе наблюдался некоторый рост доли DEX в общей торговой активности, это вероятнее всего связано с обвалом цен на криптовалюту и сокращением доли заемных средств, автоматическими ликвидациями, которые последовали за краком FTX, говорят аналитики банка. Добавлю немного от себя. Как по мне, DEX-площадки, к которым можно подключить холодные программные кошельки, это сейчас самое лучшее, то что мы имеем. Я, допустим, не торгую на фьючах, я не скальпер, я вообще не трейдер, разве что в прошлом. Я являюсь инвестором, а для меня самое главное что? Это безопасность для моих активов. DEX-площадки и кошельки очень хорошо с этим справляются. Конечно, не на 100%, но все же. А когда вы держите активы на централизованной бирже, то доступ к ним имеет также и сама биржа. Это прозвучит смешно, но, ребята, вам могут заплакировать счет, элементарно могут прекратить вывод средств, обложить санкциями ваш кошелек. И что вы будете делать? Поэтому за все время в криптовалюте я понял одно, то что DEX-площадки это действительно будущее. Ну, по крайней мере, я такой вывод делаю. Конечно же, вы можете с этим не соглашаться, и ваше недовольствие вы можете оставить в комментариях. К любой критике отношусь абсолютно адекватно, кроме оскорбления. Этого, к сожалению, я не потерплю. Сразу же бан. Криптолейдинговая площадка BlockFi подала заявление о защите от банкротства в связи с крахом FTX. Ранее в этом году компания получила кредитную линию в размере 400 миллионов долларов от FTX с возможностью последующего поглощения FTXUS. После банкротства FTX BlockFi приостановила вывод средств. Компания ранее столкнулась с кризисом ликвидности в связи с ликвидацией одного из крупнейших клиентов. Считается, что этим клиентом был хедж фонд 3errorcapital. Муссолицы FTX будут еще долгое время, поверьте. Терра луна скаманула, примерно полгода о ней говорили. Про FTX сейчас будет все то же самое. Для того, чтобы люди продавали в минус свои активы, их нужно пугать. Либо постоянно поддерживать фонд страха. Одно что-то скамануло, про это нужно говорить полгода. Потом идет смена тематики скама, но страх остается. Поверьте, в течение этого года скамов будет очень много. Компания Fidelity официально запустила сервис торговли цифровыми активами для розничных клиентов. Как только счет будет открыт, клиенты Fidelity смогут без комиссии торговать биткоинами и эфириум. На платформе компания также предупреждает пользователей о высоком риске инвестирования в цифровые активы. На самом деле все правильно. За что посадили Мавроди, если честно, я вообще понятия не имею. Сейчас это все происходит на законном уровне. Крутой чувак был на самом деле. Очень жаль, что с ним жизнь обошлась так жестко. Такие новости были на сегодняшний день. Ребята, извиняюсь за короткий выпуск. Просто сегодня не о чем говорить на самом деле. Завтра для вас разберу что-нибудь интересное. Возможно, какие-нибудь разборы криптоактивов. Вот сейчас заканчивается ролик. И скорее всего, я приступаю к новому созданию видео. От тебя остается всего лишь что поставить лайк и подписаться, если ты новичок. У меня на сегодня все. Всем до завтра.